Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы приглашаем вас в Академию домашних волшебников, в Школу юного кулинара. И Зухрак Анакова, уникальный кулинарный художник, подарит нам настоящую фруктовую сказку. Мне кажется, будет очень интересно. Дорогие друзья, папа и мамы, бабушки и дедушки, и особенно юные маленькие поварята, приглашаю вас сегодня в необыкновенное волшебное путешествие по сказочной стране кулинарии. Для начала нам понадобится, кроме вдохновения, терпения и творческого воображения, фрукты и ягоды. Клюква, голубика, виноград, клубника. Можно придумать что-то другое. Можно взять какие-то свои ягоды и фрукты, которые непосредственно у вас бывают на вашем саду, огороде или дома после похода в магазин. В нашей волшебной стране самый главный герой, самый главный персонаж – это фрутоёжик. Он самый первый посетитель и житель нашей страны. Для того, чтобы его создать, нам необходима будет булочка, фольга, необходимы будут шпажки и те фрукты и ягоды, которые у вас уже есть, о которых мы с вами говорили. Мы берём фольгу, в неё заворачиваем булочку. Причём булочка заворачивается не просто так. У булочки есть внешняя часть полукруглая и внутренняя, гладкая. Вот эта внутренняя часть будет являться животиком нашего ёжика. А внешняя часть – спинкой. Значит, мы спинку кладём на фольгу и заворачиваем булочку. Сначала с одной стороны, со второй стороны, с третьей. Четвёртая сторона у нас будет длинненькая, в виде носика такого. Для того, чтобы наш ёжик жил, дышал и видел, нам необходимо сделать ему глазки и носик, клюква или голубика. Можно использовать виноград, разрезанный пополам. Носик тоже можно сделать только из маленького виноградика или же голубики. Ну, нос красным не бывает, поэтому, естественно, лучше чёрненький сделать. Чтобы наш ёжик был нарядным и чтобы он был красивым, Естественно, с гостинцами на спине мы сейчас будем делать ему эти гостинцы. Таким образом, берём виноград, но лучше взять сначала красные какие-то ягоды, например, клубнику, или же можно взять помидорки черри. Овощной тогда у нас получится ёжичек. По спинке выкладываем в один ряд ёжику эти продукты, прикрепляя их шпажками цветными желательно, тогда он будет нарядно смотреться. И уже по бокам от этого ёжика, от этих вот красных ягод, мы уже будем выкладывать то, что нам хочется. Мы можем это рядами выкладывать или чередовать между собой цвета, чтобы ёжик смотрелся красивым и нарядным. Используем шпажки, используем тоже также цветные. Ёжик должен быть обязательно весь в этих иголочках, фруктах и ягодах. Субтитры подогнал «Симон» Вот такой ёжик должен получиться у вас, у всех. Посмотрите, у меня он вышел таким вот образом. Здесь у меня ровные ряды идут со всеми ягодами и фруктами. Но у вас он может получиться совершенно другой. Сколько людей, сколько детей, особенно со своим творческим воображением, столько получается и ёжиков, и этих маленьких красивых персонажей нашей волшебной страны. Посмотрите, он у нас живой, самый настоящий. У него есть и носик, и глазки. И он вас всех видит, радуется встрече с вами. А самое главное, он доволен тем, что он может вас угостить самыми вкусными гостинцами, которые несёт на своей спине к вам в дом. Чтобы у вас было всегда дома светло, радостно, а главное вкусно. Приятного аппетита! Для того, чтобы нам сделать дерево из нашего волшебного леса, нам необходимы следующие заготовки. Конус и яблоко. Яблоко мы насаживаем на верхнюю часть конуса. Сверху всё закрываем фольгой, прячем под ней и яблоко, и конус, образовывая таким образом дерево, ствол и крону. Для того, чтобы нам дерево сделать тем, какое мы хотим его увидеть, фруктовое, ягодное или мармеладное, мы уже таким же образом, как ёжика, начинаем насаживать уже на крону нашего будущего дерева с помощью цветных шпажек те самые фрукты и ягоды, которые вы хотите увидеть на дереве. Дерево будет очень красивым, если его будете сочетать между собой разными цветами и разнообразных ягод и фруктов. Можно будет в конце, когда вы дерево уже создадите, чтобы оно заиграло и было более нарядным, использовать листочки мяты. Мята будет создавать впечатление листиков на дереве и будет казаться, что деревья живые и настоящие. В этом лесу и будет продолжать путешествие наш фруто-ёжик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Посмотрите, что у нас получилось. Какое дерево. Это дерево у нас получилось фруктовое, клубничное. Аромат от него исходит просто изумительный. Жалко, что вас нет рядом, и вы не можете его ощутить. Оформить дерево мы можем с вами вот такими цветочками. Это мурмила, вернее, пастила такая цветочками изображена. Еще хорошо сюда добавить листики мяты, как я уже говорила. Они создадут не только аромат дополнительной клубники, но и внешний красивый вид. Дерево может быть не только клубничное, оно может быть и из помидор, черри. Получится тоже такой же красный красивый внешний вид, но только уже овощной. Может быть и сочетание других каких-то ягод и фруктов. Например, винограда и клубники, голубики и еще каких-то других тех ягод, которые есть у вас под рукой. Очень хорошо, чтобы дети сделали такое дерево. Для них это будет не только как бы приложение своих рук творчества и воображения, но еще и создание такого красивого, вкусного, сладкого и необычного шедевра. Путешествуя по нашей волшебной стране, фрукта-ежик встречает много жителей других. Таких же красивых и ярких, как он сам. И самый первый главный житель еще, его друг, это попугай. Попугай непростой, он сделан из ананаса, ананасовый попугай. Сидит он не на пальме и не на дереве, а сидит на фруктовом салате, который он любит и ест. Итак, фруктовый наш попугай делается из следующих продуктов. Это ананас, который режется на несколько частей, и одна из этих частей будет являться нашим попугаем. Яблоко, стакан или какой-то красивый фужер, на котором будет сидеть наш попугай. И, соответственно, фруктовый салат, сделанный из разных ягод, фруктов, которые у вас уже есть, которые мы видим. Все это можем полить соком, я имею в виду фруктовый салат, для того, чтобы можно было его есть уже, и он был вкусным. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Главный персонаж «Симон» Яблок «Симон» 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 Яблок «Симон» 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 Итак, посмотрите, какие у нас должны получиться розы красивые и нарядные. Вот эта розочка у нас получилась из зеленого яблока. Видите, края ее, видите, края ее немножечко потемнили и образовала именно контур настоящей розы. Здесь у нас розы из красного яблока, поэтому цветовая гамма чуть-чуть другая, но в сочетании друг с другом они создают красивую поляну. Яблок «Симон» Яблок «Симон» Яблок «Симон» Яблок «Симон» Всего вам «Симон» Всего вам самого хорошего, светлого, доброго, удачи. Самое главное – творите, создавайте и будьте вместе. Приятного аппетита!